Вот эскиз к нашей работе, которую мы хотим нарисовать. У меня здесь куча всяческих мелков, шминки, кохинор. Это тоже шминки, купленные по одному. Это Рембрандт и снова шминки. Я приготовила такую серую бумагу, закрепила ее на планшете. Сейчас мы начнем рисовать. Начинаем мы с неба и берем такие желтые теплые для облаков и для нижних темных облаков берем вот этот сиреневый и будем его разбавлять книзу чем-то более светлым. Сначала наметить солнце. Вот у нас солнце и вот этим фиолетовым мелком я сделала очень жирный такой фиолетовый слой и внизу, так как у нас здесь у горизонта небо дальше от нас, то мы вот так вот прямо сюда вводим такой светлый. Рисую я боковинкой пастели, чтобы сразу делать плоскость. Ну и вверх в облака тоже чуть-чуть добавляю этого цвета, чтобы у нас объединялось изображение. Вот мы накидали всяких сюда цветов в это небо. Теперь начинается мой самый любимый этап. Это когда мы все это дело начинаем прямо вот так пальцами аккуратно объединять. Пастель очень податливый материал, очень хорошо растушевывается. И вот за счет вот этого эффекта у нас получается такая очень живая картинка. Все вот так аккуратно очень смешивается и получаются мягкие переходы цвета. Так вот получилось у нас такое небо. Оно пока немножко замыленное, потом попозже, когда будет уже у нас более понятная картина, мы добавим немножко цвета и каких-то акцентов. Сейчас пока переходим к нижней части работы. Внизу у нас лес, который делится на два плана. Дальний план и первый план. Дальний план вот здесь вы видите, что верхушки темнее, а к низу, вот сюда, чем мы ниже смещаемся, тем у нас светлее вот это пространство, потому что здесь мы видим воздух, а здесь мы должны подчеркнуть контраст с небом. Так мы начинаем сверху и сюда тоже добавляем светлые. Я беру вот такие вот темные. Вот и теперь, когда у нас готово общее пятно, мы берем мелок, вот этот темный цвет, вот этого самого темного нашего леса. И делаем им верхушки, которые у нас торчат здесь вот на фоне солнца и неба. Ну вот как-то так у нас получилось. И теперь нам осталось поставить сюда на первый план наши верхушки с осенью. Делать это надо решительно, потому что исправлять здесь уже ничего нельзя. Вот наша законченная работа. Здесь я поставила кроме темного цвета на первый план такие небольшие отсветы, которые дает вот этот контровый свет, который идет сзади. Да, как бы он идет из картины на нас. Вот и поэтому части стволов могут быть освещены как бы с той стороны, которую мы не видим. Но вот эти блики, они нужны. Они во-первых нам объединяют по цвету всю нашу работу. Здесь я использую тот же мелок, вот этот светло-желтый, что и для неба. И вот этот рыжий, который я использовала в облаках. Ну и немножко добавила детали в небо, каких-то таких полосочек, которые нам делают какие-то облака. Так что вот в целом у нас получается такой пейзаж вечерний. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за внимание.